Иван Алексеевич Бунин. Чистый понедельник. Темнел московский серый зимний день. Холодно зажигался газ фонаря. Тепло освещались витрины магазинов. И разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь. Гущие бодреньи смесь извощащей санки. Тяжелей гремели переполненные ныряющие трамваи. В сумрике уже видно было, как шипением сыпались с проводов зеленые звезды. Оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернейшие прохожие. Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рассаке мой кучер. От красных ворот к храму Христа Спасителя. Она жила против него. Каждый вечер я возил ее обедать в Прагу, в Эрмитаж, в Метрополь. После обеда в театры, на концерты, а там, к Яру, в Стреле. Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать. Было бесполезно, так же, как и говорить с ней об этом. Она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши отношения с ней. Совсем близки мы все еще не были. И все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании. И вместе с тем я был несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее. Она зачем-то училась на курсах. Довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил, зачем? Она пожала плечом. А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история. Жила она одна. В доме отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери. Что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала, ради вида на Москву, угловую квартиру на пятом этаже. Всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первых много места занимал широкий турецкий диван. Стояла дорогое пианино, на котором она все разучивала, медленное, сомнобулический, прекрасное начало лунной сонаты. Только одно начало. На пианино и на подзеркальнике цвели в граненных вазах нарядные цветы. По моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие. И когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лёжа на диване, над которым зачем-то висел портрет Басова-Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила «Спасибо за цветы». Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги. Гоффман Сталиш, Нислера, Тетмайера, Пшибышевского и получал всё то же «Спасибо» и протянутую тёплую руку, иногда в приказании сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно, почему», — говорила она в растунге, гладя мой бобровый воротник, «но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату». Похоже было на то, что ей ничто не нужно, ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом. Хотя всё-таки цветы были у неё любимые и нелюбимые. Все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду съедала за день целую коробку. За обедами и ужинами ела не меньше меня, любила, растягаясь на линию хой розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане. Иногда говорила, «Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать ужином». Но сама и обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью её была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех. Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах и на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив почему-то южной горячей красотой, и был даже неприлично красив. Как сказал мне однажды один знаменитый актёр, чудовищно толстый человек, великий обжор и умница, «Чёрт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то!» Сказал он сонно. И характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у неё красота была какая-то индийская, персидская, смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как чёрный соболь и мяг брови, чёрные, как бархатный уголь глаза, пленительный, бархатисту пунцовыми губами рот, оттенён был тёмным пушком. Выезжая, она чаще всего надевала гранатуе, бархатное платье и такие же туфли с золотыми застёжками, а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Рбате. И насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной весёлости, настолько она была чаще всё молчалива, всё что-то думала, всё как будто во что-то мысленно вникала. Лёжа на диване с книгой в руках, часто опускала её и вопросительно глядела перед собой. Я это видел, заезжая иногда к ней и днём, потому что каждый месяц она дня три-четыре совсем не выходила и не выезжала из дома, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать. Вы ужасно болтливы и непоседливы, говорила она, дайте мне дочитать главу. «Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас», отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство. Как-то в декабре, попав в художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел её, бегая и танцуй на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже, наконец, рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней. «Всё так», — говорила она, «но всё-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите». «Не могу я молчать. Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам. Не любите вы меня?» «Представляю». «Но что до моей любви, то вы хорошо знаете, что кроме Отца и вас у меня никого на свете нет. Во всяком случае, вы у меня первый и последний». «Вам этого мало?» «Но довольна об этом. Читать при вас нельзя. Давайте чай пить». Я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана. Брал за реховые горки, стоявшие в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря, что придёт в голову. «Вы дочитали огненного ангела?» «Да смотрела. До того высокопарно, что совестно читать. А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?» «Не в меру разудал бы. И потом, желтоволосую Русь я вообще не люблю. Всё-то вам не нравится. Да многое». «Странная любовь», думал я. И пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом. За одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной, снежно-сизой Москвы. В другой, левее, была видна часть Кремля. Напротив, как-то не в меру близко белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него. «Странный город», — говорил я себе, думая об охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. «Василий Блаженный» и спас на Бару итальянские соборы и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах. Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке, оттороченном сополем. «Наследство моей астраханской бабушке», — сказала она, сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительные в своей гладкости тела. И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы, она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящихся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни, одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим. Куда нынче? В метрополь, может быть? И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке, «Нет, в жены я не гожусь, не гожусь, не гожусь». «Это меня не обезнадежило». «Там видно будет», сказал я себе, в надежде на перемены ее решения со временем и больше не сговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут что оставалось мне, кроме надежды на время. Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову. «Нет, это выше моих сил». «И зачем, почему надо так жестоко мучить меня и себя?» Она промолчала. «Да, все-таки это не любовь, не любовь». Она ровно дозвалась из темноты. «Может быть, кто же знает, что такое любовь?» «Я, я знаю», воскликнул я, «и буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье». «Счастье, счастье, счастье наше, дружок, как подав бредни, тянешь надулось, а вытащишь, ничего нету». «Это что?» «Это так Платон Каратаев говорил Пьеру. Я махнул рукой, ах, бог с ней, с этой восточной мудростью». И опять весь вечер говорил только посторонне о новой постановке художественного театра, о новом рассказе Андреева. С меня опять было довольны и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шутки. Потом вхожу с ней в блюдную залу ресторана под марш из Аиды, ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад. «Да, целовал», — говорил я себе, с восторженной благодарностью, глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платье, на скат плеч и овал груди, обоняя какой-то слегка пряный запах ее полос, думая, «Москва, Австрахань, Персия, Индия». В ресторанах за городом к концу ужина, когда все шумнее становилось кругом в табачном дыму, она тоже, куря и хмелея, ввела меня иногда в отдельный кабинет, просила позвать цыган. И они входили нарочито-шумно, развязно, впереди хор с гитарой, на голубой ленте через плечо старой цыганка, закиня с губнами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой. За ним цыганка запевала с низким лбом под дегтярной челкой. Она слушала песни с томной, странной усмешкой. В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой. На подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторжен, отчаянии летел к красным воротам. И завтра, и послезавтра будет все то же, думал я. Все та же мука, и все то же счастье. Ну что ж, все-таки счастье. Великое счастье. Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В прощенное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал. И она встретила меня уже одетая в короткой каракулевой шутке, в каракулевой шляпке, в черных петровых ботиках. В черных ботиках. Все черное, сказал я, входя, как всегда, радостно. Глаза ее были ласковые и тихие. — Ведь завтра уже чистый понедельник, — ответила она, вынув из каракулевой муфты, давай мне руку в черной лайковой перчатке. Господи, блантыгка живота моего. — Хотите поехать в Новодельчий монастырь? Я удивился, но поспешил сказать «хочу». Что ж все кабаки да кабаки прибавила она. Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище. Я удивился еще больше на кладбище. Зачем? Это знаменитое Раскольничье? Да, Раскольничье, до Петровской Русь. Хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе гроб, дубовая колода, как в древности. Золотая парча будто кованая, лик усопшем закрыт белым воздухом, шитым крупной черной вязью. Красота и ужас! А угроба дьяконы с репидами и трикириями. Откуда вы это знаете, репиды, трикирии? Это вы меня не знаете. Не знал, что вы так религиозны. Это не религиозность. Я не знаю, что. Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня в ресторан, в кремлевские соборы. А вы даже не подозреваете этого. Так вот, дьяконы, да какие! Пересветы ослябят! И на двух клиросах два хора, тоже все пересветы высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаясь, то один хор, то другой. И все бы не сон, и не по нотам, а по крюкам. А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями. А на дворе мороз, солнце, слепит снег. Да нет, вы этого не понимаете. Идем! Вечер был мирный, солнечный, с инем на деревьях. На кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожей на монашенок. Куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам, по клапищу. Солнце только что село, еще совсем было светло. Дивно рисовались на золотой эмале закаты, серым кораллом сучьи выделяй. И таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками, неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней. С умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики. Она вдруг обернулась, почувствовав это. «Правда! Как вы меня любите!» Сказала она с тихим недоумением, покачав головой. Мы постояли возле могилы Ртеля Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом. Какая противная смесь сусального русского стиля и художественного театра! Стало темнеть, морозило. Мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор. «Поездим еще немножко!» Сказала она. «Потом поедем есть последние плены к Егорову!» «Только не шибко, Федор, правда?» «Слушаюсь!» «Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать!» И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах. Были в Грибоедовском переулке. Но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов? «Прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов?» Уже давно стемнело, розовели за деревьями выни освещённые окна. «Тут есть еще Марфа-Мариинский обитель!» «Сказала она. Я засмеялся. Опять в обитель!» «Нет, это я так!» В нижнем этаже в трактире Егорова в охотном ряду было полно лохматыми, толстодетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меру маслом и сметаной. Было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины зернистой икрой с замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу перед черной доской иконы Богородицы Троеручицы горела лампадка. Сели за длинный стол на черный кожаный диван. Пушок на ее верхней губе был выний, гентарь щек слегка розовел. Чернота райка совсем слилась зрачком, я не мог отвести восторженный глаз от ее лица. Она говорила, вынимая платочек из душистой мупты. Хорошо, внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и Богородицы Троеручица. Три руки, ведь это Индия. Вы, парень, вы не можете понимать так, как я всю эту Москву. Могу, могу, отвечал я. И давайте закажем обед силен. Как это силен? Это значит сильный. Как же вы не знаете? Речи Гюрги. Как хорошо, Гюрги. Да, князь Юрий Долгорукий. Речи Гюрги, как святославу князю Северскому. Приди ко мне, братья, в Москву, и повелев устроит обед силен. Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатьевский монастырь. Вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры. А в чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо. Везде лужи, воздух уж мягкий, но душе как-то нежно, грустно. И все время это чувство Родины и ее старины. Все двери в соборе открыты. Весь день входит и выходит простой народ. Весь день службы. Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь. В какой-нибудь самый глухой, в Логоцкий, в Яцкий. Я хотел сказать, что тогда и я уйду. Или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин. Закурил, забывшись от волнения, но подошел к половой в белых штанах и белой рубахе, подпоясанный малиновым жгутом. Почтительно напомнил. Извините, господин, курить у нас нельзя. И тотчас, с особой угодливостью, начал с короговоркой. К блинам, что прикажете домашнего травничку и корки-семушки. Кушится у нас херес на редкость хорош есть, а к навашке... И к навашке хересу прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. Я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше. Она говорила с тихим светом в глазах. Я русское, ледописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не звучу. Был в русской земле город названием Муром. В нем же самодержствовал благоверный князь именем Павел. И вселил к жене его дьявол летучего змея на блуд. И сей змей явился ей в естестве человеческом зело прекрасным. Я, шутя, сделал страшные глаза. Ой, какой ужас! Она, не слушая, продолжала. Так испытывал ее Бог. Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня приставиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два кровных ложа. И облеклись так и ждет единовременно в монашеское деяние. И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой. Что это с ней нынче? И вот в этот вечер, когда отвез я ее домой совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в саде. «Погодите, заезжайте ко мне завтра вечером не раньше десяти. Завтра капустник в художественном театре». «Так что?» – спросил я. «Вы хотите поехать на этот капустник?» «Да». «Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих капустников». «И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать». Я мысленно покачал головой. «Все причуды, московские причуды». И бодро отозвался. «Олрайт». В десять часов вечера на другой день, поднявшийся в лифте к ее двери, я оттворил дверь своим ключиком и не сразу пошел из темной прихожей. За ней было необычно светло. Все было зажжено. Люстры, канделябры, по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажором, за изголовьем тивана. А пианино звучало началом лунной сонаты. Все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулической, блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел, она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше. Блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного, полного начала груди, сверканием алмазных сережек вдоль припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ, на висках полуколечками загибались, глазам черной лоснящейся косички, придавая ей вид восточной красавицы, сломбочной картинки. — Вот если бы я была певицей, — пела на эстраде, — сказала она, глядя на мое растерянное лицо. Я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами вправо и влево, вверх и в портер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него. На капустнике она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрела на актеров с бойкими выкриками и с припевами, изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного москвина в пенсне, на корытообразном лице, оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке бледный от хмеля с крупным потом на лбу, на которой свисал клок его белорусских волос, Качалов поднял бокал и, сделанный мрачной жадностью, глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом «Царь-девица, шамаханская царица, твое здоровье!» И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног, справился. И, сжав зубы, взглянул на меня «А это что за красавец?» «Ненавижу!» Потом захрипела, засвистала и загремела в припрыжку, затопала полькой шарманкой, к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулер Жицкий и загнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал. «Дозвольте пригласить на полечку трамблан!» И она, улыбаясь, поднялась и ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой, обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемую восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем, как он, задрав голову, кричал козлом «Пойдем, пойдем, поскорее с тобой и польку танцевать!» В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно. «Конечно, красив!» Качалов правду сказал. «Змей в естестве человеческом взяло прекрасно!» Дорогой молчала, кланя голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем. Какой-то светящийся череп сказала она. На Спасской башне били три. Еще сказала. Какой древний звук! Что-то жестяное и чугунное! И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке, и во Флоренции, совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву. Когда Федор осадил подъездно, безжизненно приказала «Отпустите его!» Пораженный никогда не позволяла она подниматься к ней ночью. Я растерянно сказал «Федор, я вернусь пешком!» И мы молча потянулись сверху в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с подстукивающими с подстукивающими молоточками в колориферах. И я снял с нее скользко от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальне. И я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги с открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула себя платье. Я встал и подошел к дверям. Она только в одних лебяжьих туфельках стоялась спиной ко мне перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных висевших вдоль лица волос. «Вот все говорил, что я мало о нем думаю», сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. «Нет», «Я думала». На рассвете я почувствовал ее движение, открыл глаза, она вопор смотрела на меня, я приподнялся с тепла постели и ее тело, она склонилась ко мне тихо и ровно говоря. «Нынче вечером я уезжаю в Тверь, надолго ли один Бог знает?» И прижалась своей щекой к моей, я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница. «Я все напишу, как только приеду, все напишу о будущем». «Прости, оставь меня, теперь я очень устала и легла на потушку». Я осторожно оделся, робко поцеловал ее волосы и на цыпочках вышел на лестницу уже светлеющей вредным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу, метели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно было вдоль улиц. Пахло и снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей. Стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку. Кто-то потрогал меня за плечо, я посмотрел, какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщаясь от жалостных слез. Ох, не убивайся, не убивайся так, грех, грех. Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко, ласковое, но твердой просьбы не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть. В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг. Пусть Бог даст сил не отвечать мне, бесполезно глить и увеличивать нашу муку. Я исполнил ее просьбу и долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться равнодушно, безнадежно. Прошло почти два года с того чистого понедельника. В четырнадцатом году под Новый год был такой же тихий солнечный вечер, как тот незамвенный. Я вышел из дома, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь в его сумраке, глядя на слабый мерцание старого золота и клоностаса и над могильных плит московских царей, стоял, точно ожидая чего-то в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйди с собора велел извозчик уехать на Ордынку, шагом ездил, как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под ними окнами, поехал по Гремоедовскому переулку и все плакал, плакал. На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфа-Маринской обители. Там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освященной церкви. Из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко умоляюще. Нельзя, господин, нельзя. Как нельзя в церковь нельзя? Можно, господин, конечно, можно. Только прошу вас заради Бога не ходите. Там сейчас великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Дмитрий Павлович. Я сунул ему рубль, он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках икомы хоругви, за ними вся в белом, длинном, тонкаликой, в белом обрусе, с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно истовая, идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке великой княгини. А за нею тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек у лиц инокинь или сестер, уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них, и вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платком, заградив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня. Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие. Я повернулся и тихо вышел из ворот. Продолжение следует...